Здравствуйте дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я вновь нахожусь на участке и показываю вновь морковь. Так как после того, как я сняла ролик о моркови, о подкормках моркови, пришло достаточно много вопросов на эту тему. И вот я решила сейчас ответить. Если у вас кучерявится, самый частый вопрос, кучерявятся листочки моркови. Видите, морковь должна быть, листва должна быть у нее ровненькая, красивая, зеленая, никакой курчавости. И когда появляется курчавость, это говорит о том, что вероятнее всего у вас морковная муха появилась. И конечно, нужно обязательно проводить обработки, иначе вы, во-первых, не получите достаточно хороший урожай с моркови, и корнеплоды будут невкусные. Можно опрыскать октарой, препаратом октара. Очень неплохо помогает от морковной мухи. И также я хочу вам показать вот такой вот препарат карада. Карада бывает от колорадского жука, и бывает от луковой и морковной мухи. Прямо по ботве, вот по листве опрыскиваем. С интервалом тут, по-моему, сколько тут дней. Так. Не вижу, сколько дней. Через 20 дней вторая обработка. 20 дней интервал. То есть вот сейчас можно опрыскать, когда у вас закурчавились листья, и через 20 дней повторить эту обработку. Но препарат этот помогает хорошо. И, конечно, после того, как провели обработку от вредителей, обязательно нужно подкормить. Подкормки, как я уже говорила, по листу очень хорошо пройтись. Макбором опрыскать. И можно полить колейными удобрениями. И вот, как мне уже спрашивали, можно ли отдельно опрыскать бором и колемак внести. Можно, конечно, колемак. Мы тогда, вот как внести его, да, колемак лучше вносить в почву. Вот видите, бороздки, вот между ряги, порыхлить здесь можно сделать такую, еще одну, как бы, бороздочку. И всыпать туда вот этот препарат колемак. Колемак это калий и магний. Не забываем следить за сорняками своевременно. Их удаляем. Потому что, ну, это очень плохо, когда сорняки есть. Морковка получается в дальнейшем неровная. Корнеплоды будут неровные, если у нас будут сорняки на участке. И по поводу прореживания. Когда же морковь нужно прореживать? Конечно, ее нужно проредить сразу после того, как, ну, появились сходы. И примерно сантиметров по пять уже выросли листочки. Можно проредить. Ну, в принципе, можно и сейчас проредить. Если у вас уже достаточно высокая ботва, можно проредить. У меня вот так вот посеяно. Видите, вот такие вот негустые посевы тоже я прорежала. Вот, в общем-то, нормально, я считаю. Ну, вот. И вот если нет манбора, то можно, конечно, бором по листу опрыскать и вот колемак внести. Не забывайте, что калий и магний, они влияют на вкусовые качества моркови. А бор, он очень хорошо защищает нашу морковь от гнили. И вот в момент, когда мы будем хранить морковь, корнеплоды в яме, она не будет гнить. Более устойчиво будет к гнилям. Ну, и вообще, как и любые корнеплоды, конечно, морковь нужно подкармливать. И что касаемо свеклы, также у меня спрашивали, как подкормить свеклу, точно так же, как морковь. Все корнеплоды мы подкармливаем абсолютно одинаково. То же самое касается картофеля. То есть мы проходимся макбором по листу. И можно не сульфатом калия, а... Ой, господи. Ну, в общем, калийные удобрения выпало из головы. Разводим и опрыскиваем. Гумат калия, господи. Вот. Конечно, их не совмещаем. Допустим, если мы сегодня опрыскали макбором, завтра можно опрыскать гуматом калия. То есть очередность, хотя бы один день выдерживаем после того, как мы подкормили одним препаратом. День-два выдержали и подкормили вторым. Не нужно все намешивать в одну лейку, либо в один опрыскиватель. Этого делать совершенно не нужно. Ну и так же не забываем, что если мы хотим получить хорошие корнеплоды, сочные, да, моркови, свеклы, мы, конечно, должны поливать. Полив лучше проводить вечером, после 7 часов вечера, для того, чтобы всю ночь у нас корнеплоды моркови были во влажности. Тогда мы получим сочную морковь. Я никогда не поливаю с утра корнеплоды, потому что, ну, как правило, утренний полив все испарилось, и, в общем-то, наши корнеплоды остались в сухой земле. Поэтому лучше на день попозже, если не получается, но все-таки полить вечером. По чуть-чуть поливать нет смысла. Я поливаю где-то примерно раз в 10 дней, раз в 7 дней, в зависимости от погоды. Но не по чуть-чуть. Пролила сразу хорошо грядку, и в дальнейшем 7-10 дней не поливаю. В общем-то, вот и все, что я хотела сказать в этом ролике. На этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.